Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 21 октября. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиаком и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Восьмерка. Восьмерка Пентакли. Вы являетесь мастером-специалистом своего дела. Здесь, может быть, нужно будет заниматься каким-то проектом, либо, может быть, вы будете получать какую-то сумму денег за выполненную работу. Если вы ожидаете денежки, поддержку финансовую, чтобы вам помогли, или вам что-то для вас сделали здесь, то здесь вы можете получить нужную сумму денег. Также для кого-то это может быть, когда вы обучаетесь, учитесь у какого-то специалиста, какому-то мастерству, получаете какие-то знания здесь. И, естественно, здесь, может быть, вы сидите на занятиях, может быть, там, не знаю, лекции, вебинары, семинары и так далее. В зависимости, каким методом, каким способом вы обучаетесь. Здесь еще, может быть, кто-то из вас уже изучил что-то, получил какие-то знания. Это, может быть, подтверждение ваших знаний. Это как сертификат, дипломы. И здесь вы теперь можете применить. Это для того, чтобы зарабатывать больше или лучше, чтобы ваши финансы переходили на другой уровень. Может быть, открывать свой бизнес, свое дело. Либо здесь, может быть, у вас появляются клиенты, которые будут платить вам больше и лучше. Может быть, там, раньше платили одну сумму, теперь повысили свои ставки, и клиенты согласились с вашей новой ценой. И все равно к вам идут, потому что вас ценят, вас любят, потому что вы являетесь очень хорошим специалистом. И поэтому за вами идут. Еще может быть такой вариант, когда, если вы в какой-то карьерной области развиваетесь, в зависимости от какой сферы деятельности, иногда бывает, что вас отправляют, например, на какой-то определенный тренинг, вас учат чему-то, вы проходите какой-то этап тренинга. И здесь, естественно, изучаете что-то, обучаетесь какому-то специальному мастерству, или там, не знаю, специальности, или там что-то по профессии и так далее. Вот как вариант. Селец. Четверка. Четверка Пентакли. Здесь вы уже имеете что-то. Это капитал какой-то, это сдирижения какие-то, которые вы смогли накопить, или это, может быть, вы приобрели что-то. Это, может быть, бизнес, недвижимость. Вот то, что вы создали сами самостоятельно, своим трудом. Потому что здесь человек дисциплинировал себя, где-то ограничивал, собирал денежки, был экономным. Здесь, может быть, вы были очень ответственными в плане своих финансов, и здесь вы, наконец-то, смогли что-то накопить, что-то вы уже создали и имеете. И человек здесь держится за это, потому что боится потерять этого. Или не хочет отказываться от чего-то. К примеру, то, что он создал. Например, может быть, у вас есть недвижимость, и вы не хотите ее продавать, к примеру. Или, может быть, здесь вы накопили какую-то сумму денег, но вы никому ничего не говорите, не оглашаете, конечно же, то, что вы имеете. И это правильно. И здесь вы как-то ведете себя очень ответственно, сдержанно в плане финансов, экономно, практично. Здесь вы не транжира. Поэтому здесь вы уже обучили себя какой-то финансовой грамоте. Вы уже прошли какой-то определенный опыт из прошлого. Научились чему-то. Может быть, в прошлом была какая-то ситуация, когда была нехватка денег или страхи бедности здесь. Если человек уже как-то раньше времени начинает топить, собирать, откладывать что-то на черный день. Вот, к примеру. И здесь вряд ли вы будете тратиться на что-то, только на необходимое. Потому что здесь есть какая-то цель, именно связанная с будущим. Это может быть вложение. Это опять-таки какие-то приобретения. Это вот создать что-то свое, иметь что-то свое. И вот здесь вы как бы держитесь за что-то. Копите, собираете и ведете себя очень практичными. Близнецы. Шестерка. Шестерка-чаш. Такое эмоциональное состояние. Но здесь эмоции, теплоты, радости. Здесь, когда вы встречаетесь с кем-то, общаетесь с кем-то. Может быть, наконец-то соберетесь с подругами, с друзьями. Может быть, там внезапно встретите знакомую, коллегу, с кем вы раньше работали. Допустим, кто-то позвонит, объявится здесь. Восстановятся какие-то связи. Это, может быть, родственные отношения. Могут восстановиться. С кем-то давно не общались и потеряли контакт, связь. Или там, может быть, вы были как-то в ссоре, в споре с кем-то. И, наконец-то, может быть, это для вас перемирие. Либо вы объединяетесь, вы общаетесь. Может быть, вы встретитесь на каком-то мероприятии, допустим. Да, здесь восстановятся ваши отношения, к примеру. Ваши бывшие партнеры могут возвращаться к вам, объявляться, звонить, являться на порог с подарками, просить у вас прощения, и чтобы вы их как бы приняли назад в свою жизнь. Ну, конечно, здесь это зависит от вас, хотите ли вы это или нет. Если вы хотите, вот, пожалуйста, можете вернуться в свои бывшие отношения, потому что такая возможность по этой карте есть. Также вы можете получать какие-то приятные подарки, сюрпризы, приглашение какое-то, поехать куда-то. Это может быть ресторан, место там, где вы уже были. Часто мы возвращаемся в места, где мы когда-то уже были. Может быть, это там на природу сходить, может быть, вы на холи доедете куда-то, да, и вы были в этом месте, вам очень понравилось это там прям по душе, да, вы там раскрываетесь, там вам нравится, вы чувствуете очень себя прекрасно. И можете в очередной раз вернуться в это место. Кто-то может отблагодарить вас за вашу помощь, за вашу поддержку. Может быть, вы когда-то что-то сделали кому-то, и здесь вас могут отблагодарить за это. Ну, здесь кто-то сможет понять точно вам настроение, подарить улыбочку на вашем лице. Даже если вы начнете что-то в этот день, здесь не нужно абсолютно прикладывать никакого огромного такого усилия, усердия для того, чтобы что-то получилось, для того, чтобы осуществилось что-то. Все будет как бы складываться на абсолютном, на легке, да, все будет хорошо. Вот, поэтому здесь не нужно напрягаться. Итак, рак, паш, паш, чаш, известия, новости, сообщения, новые начинания, новые возможности. Вы можете здесь как бы проявить себя в каком-то новом деле, появится новое хобби, креативная идея, желание, какой-то творческий проект может быть зародится у вас, либо вы будете менять свое направление, потому что вы полюбите что-то новое, новая деятельность, может быть, новое хобби. И здесь вот какие-то новые эмоции, новые впечатления могут быть, да, так как вы раньше себя, может быть, не чувствовали еще. Это могут быть новости о беременности, если для вас эта тема актуальна. Это могут быть какие-то вопросы, связанные с детьми. Может быть, вы встречаетесь со своим ребенком в этот день, да, может быть, если у вас взрослый ребенок. Либо, может быть, вы заботитесь о своих детях, что-то для них стараетесь, ну, вот как-то разговор какой-то эмоциональный, их слушаете, поддерживаете, заботитесь, дарите свое внимание, любовь, теплоту, да, вот проводите время с ними. Это также может быть знакомство какое-то, вы можете встретиться с каким-то новым человеком, познакомиться, кто-то может вам подарить приятный подарок, сюрприз, что-то сказать, подарить комплимент, допустим. Это может быть неожиданно совершенно. Либо, может быть, вы решите признаться кому-то в любви или как-то вот кого-то поддержать, да, или позаботиться о ком-то. Часто это еще обучение, когда мы хотим получить совершенно новые знания, и здесь, может быть, вы будете обучаться чему-то, получать какие-то новые знания, как вариант. Лев. Семерка. Семерка мечей здесь, пару вариантов. Один из вариантов, вы можете оказаться в какой-то ситуации, где вам будет совершенно некомфортно. Может быть, вы будете избегать какого-то разговора, какого-то человека, избегать выяснения отношений, потому что часто здесь немножечко напряжение. И здесь, может быть, еще вы доверяете кому-то, но здесь нужно быть очень осторожными, потому что человек, может быть, выдает себя за одну личность, а за спину делает совершенно другие действия. Поэтому будьте осторожными, потому что это, может быть, сплетни, слухи, какие-то некрасивые поступки, действия, потому что часто такой человек может даже завидовать вашим каким-то достижениям. И для этого что-то, может быть, делает за вашей спиной. И еще, может быть, человек хочет, знаете, присвоить то, что, может быть, принадлежит вам. Это могут быть какие-то креативные идеи, это может быть на работе коллега, да, вот, ну, бывает такое, что завидует или там что-то делает за спиной, вот. Вот, и здесь такое вот может быть, когда, ну, как подлянка, да, вот, не буду дальше поглубляться в эту тему, но, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Также здесь еще может быть, когда вы убегаете из отношений, допустим, может быть, ваш партнер там тиран или там постоянно вечные скандалы какие-то, пока он в отъезде или на работе, вы быстренько собираете свои вещички и как бы уматываете, да, все, уходите, оставляете. И это как бы втихаря, молча, не говоря никому ни о чем. Вот еще, может быть, как-то так проиграться. Будьте осторожными и внимательными, если идете по улице одни, особенно, если это послым вечером, ночью, потому что здесь еще может быть, когда мы не замечаем, когда за нами идут, да, потому что это как слежка, это когда едут за нами или идут за нами, и мы часто не замечаем этого. И, может быть, здесь такая ситуация, мы можем наткнуться на неприятности резко. Это может быть как мошенники, это может быть как ограбление, это может быть, не знаю, все, что угодно. Пьяница какая-то на дороге, да, допустим, к примеру. Вот здесь вот нужно быть внимательными и не советуется ходить по темным переулкам. И также не доверяйте, не оставляйте свои какие-то ценные вещи с кем-то, потому что человек может украсть, присвоить что-то, поэтому будьте осторожными. Если идете в банк или там стоите на улице и вытаскиваете деньги из банкомата, опять-таки, ну, оглядываетесь по сторонам, и когда вы, может быть, там забиваете пароль, ну, как бы прикрывайте, да, чтобы не увидели. Вот так вот еще, потому что это может быть какие-то профессиональные мошенники, и вы даже не замечаете, что там кто-то наблюдает, кто-то смотрит и так далее. Просто нужно быть осторожными. Еще что-то может быть здесь со связью. Это может быть резко кто-то позвонит вам по телефону, и это какой-то обман, розыгрыш, да, вот чтобы как бы здесь раскручивать людей на денег, потому что это, опять-таки, мошенники. Это не очень такая приятная карта. И здесь по этой карте не нужно доверять. Вот, поэтому перепроверяйте все и будьте внимательными. Дева. Карта умеренное спокойствие, гармония, стабильность, здесь спокойное состояние души. Когда вы как бы осознаете, чего вы хотите, вы постепенно идете к этому, вы не торопитесь, вы не пытаетесь спешить, опережать какие-либо события. Ну, поспешишь и людей насмешишь, да, поэтому здесь не нужно спешить или делать какие-то поспешные выводы. Здесь просто нужно довериться себе, вселенной, и все получится, все сложится. Самое главное найти какой-то баланс в своей жизни, довериться, научиться терпению, и, конечно же, здесь все будет, все получится, потому что вы на правильном пути действия, здесь как-то будете чувствовать себя спокойно, налегке, не торопясь, обдуманно, и, конечно же, вы придете к каким-то результатам или к ответу. Даже если на день что-то планируете, но как бы делайте это все спокойно, не торопясь. Ресет. Королева. Королева мечей. Здесь, может быть, нужно будет принимать какое-то решение, анализировать, планировать, писать, заниматься какими-то проектами, работать какими-то системами. Это может быть что-то в электронном виде, это может быть в письменном виде, это может быть какие-то переговоры и общения. Здесь, когда нужно будет прояснять какую-то ситуацию, собирать какую-то информацию, может быть, обучаться либо общаться со своим руководителем, начальником, учителем и так далее, в зависимости, в какой вы ситуации, что для вас актуально здесь. Здесь также, может быть, если это все-таки связано с деловой деятельностью, может быть, начальник, руководитель предоставит или даст вам какой-то проект, поручит что-то вам, да, и здесь нужно как бы брать ответственность в этом деле, здесь, может быть, проводить собрание, здесь оценивать какую-то ситуацию, планировать, просчитывать что-то. Вот здесь вот умственный труд. Когда мы погружаемся во что-то и тщательно до мелочей анализируем, планируем и делаем, конечно же, обдуманные действия здесь. Вот поэтому здесь как-то вот будете очень активными в плане писанины, коммуникации, коллаборации и так далее. Здесь также еще может быть, если все то, что я перечислила, не связано с вами абсолютно никак, это может быть какой-то специалист, к которому вы будете обращаться, это может быть, не знаю, опять-таки, это хирург, врач, стоматолог, это может быть учитель, это может быть, не знаю, журналист и что угодно здесь, да, вот в зависимости, что вас интересует. Это может быть и юрист, это могут быть какие-то юридические вопросы, которые нужно вам решить, подписать какой-то документ. Может быть, там не знаете, не понимаете чего-то, какого-то закона или какой-то нюанс есть в какой-то там системе, да, законодательства. И здесь нужно как бы пообщаться с таким человеком, чтобы он вам объяснил, показал четкий путь и как бы помог разобраться в какой-то ситуации, к примеру. Вот. Что еще я бы могла сюда добавить? Или это может быть женщина какая-то будет фигурировать в вашей жизни в этот день, это может быть по гороскопу. Опять-таки, весы вашего знака, или это водолей, или болезницы. Скорпион. Рыцарь. Рыцарь мечей. Здесь получите какую-то информацию, сообщение. События будут происходить в вашей жизни очень быстро в этот день. Может быть, здесь нужно быстро планировать, анализировать, что-то узнавать, прояснять, обзванивать, собирать какую-то информацию, обращаться к какому-то мужчине за помощью, чтобы вам помогли, нашли что-то и так далее. Это что-то касается, может быть, поездок, переездов, транспорта, путешествия. Может быть, вы там планируете дорогу куда-то дальнюю. Здесь нужно оформить путевку, билет купить, или еще что-то, подготовиться к чему-то. И вот здесь, может быть, какой-то мужчина будет вам в этом деле помогать. Или, может быть, вы будете делать это самостоятельно, как вариант. Здесь также, может быть, резко будет что-то меняться, поэтому нужно быть готовыми, как-то быть гибкими. Может быть, что-то в плане будет резко меняться. И вы, как бы, должны будете готовы к этому. Вот, потому что это активность. Также быть в дороге, в пути в этот день. Может быть, вы куда-то летите, едете на короткое время. Кто-то приедет к вам в гости. Кто-то может позвонить вам из дальней дороги и сообщить что-то. И здесь как-то нужно будет переварить эту информацию очень быстро, подготовиться к чему-то, опять-таки проанализировать что-то. Может быть, там вас попросят выяснить что-то, или узнать какую-то информацию для какого-то человека, к примеру, и вы будете стараться. Или это, может быть, прогресс, успех в делах ваших. Потому что, как я сказала, это скорость. Быстро что-то будет происходить. Пришла идея, построили план. Лучше, может быть, что-то получилось. Получили какой-то ответ. Кстати, могут приходить ответы и решения какие-то, если вы в моменте ожидания. Стрелец. Девятка. Девятка жезлов. Много дел, много работы, много ответственности, много что нужно будет успеть сделать в этот день. Может быть, чувствовать себя как белка в колесе, потому что здесь нужно и там поработать, домашними делами заняться, еще куда-то съездить, решить какие-то вопросы и так далее. Может быть, для кого-то длилась какая-то ситуация очень давно, и, наконец-то, она разрешится. Что-то придет к концу. Но просто здесь уже, знаете, нет просто сил продолжать так дальше. Человек устал, переутомился. Может быть, головная боль, может быть, мигрень, может быть, давление. Здесь, да, у кого что? К концу дня. Из-за активности. Потому что, естественно, здесь человек будет делать что-то. Вы будете чувствовать напряжение. Напряжение в плане того, что нужно все успеть. И, естественно, вы торопитесь и не успеваете. И здесь чувствовать себя как-то пусто. И там, и здесь, и вот как будто 10 рук. Вот. И вот здесь вот можете почувствовать немножечко переутомление. Для кого-то это может быть пересечение границ. Допустим, может быть, вы едете куда-то, вы эмигрируете, вы проходите иммиграционный контроль. Вас останавливают, допрашивают, спрашивают какие-то документы. И здесь вы предоставляете что-то. Это нужно вот говорить, защищаться, отбиваться, доказывать кому-то что-то, отставить свои какие-то интересы, права и так далее, допустим. Или, может быть, вы засыпаетесь за свою семью, к примеру, при каком-то разговоре. Для кого-то это также еще может быть. Знаете, что-то будет даваться непросто, нелегко, с какими-то сложностями. Но все равно вы сможете сделать что-то, вы успеете, у вас получится, вы получите, вы добьетесь чего-то. Так что не переживайте. Еще элементарный вариант здесь может быть. Ну, к примеру, вы строите дом, делаете ремонт, подготавливаетесь к чему-то, подготавливаетесь к приезду к какому-то человеку, мероприятию и так далее. И здесь быстренько что-то нужно организовать, сделать в доме. И, конечно же, здесь вот в определенное время, в определенный срок это нужно сделать. И вы торопитесь. Но не переживайте, опять-таки все закончится, все сделаете, все успеете, как я уже говорила. Козырок. Карта смерть часто указывает на завершение, на то, что какая-то ситуация уже закончится, вряд ли она повторится, уже здесь повторения не будет такого эпизода. Потому что человек что-то заканчивает, отрезает, выкидывает, ставит точку, меняет что-то самостоятельно. Так, как было раньше, вряд ли будет, потому что здесь уже нужны какие-то изменения, перемены в вашей жизни. Здесь также могут завершаться отношения, проекта заканчивается, работа какая-то. Вот что-то будет меняться в этой области. Одна дверь закрывается, тут же открывается новое. Появляются какие-то новые возможности. Вы трансформируетесь, ваша жизнь трансформируется. Приходят какие-то возможности хорошие. Также это еще может быть избавление от чего-то. О токсичных отношениях, к примеру. От ненужных вещей, избавляться от грязи, очищать пространство, наводить порядок в доме, генеральную уборку. Может быть, кто-то из вас затеет. Перебирать будете свои вещи, выхидывать какой-то хлам, увозить что-то, очищать свой дом. Здесь очистить пространство для того, чтобы притянуть свежую новую ауру, к примеру. Или, может быть, вы будете проводить какой-то ритуал очищения, к примеру. Как вариант. Водолельщики. Рыцарь. Рыцарь с жезлов. Прекрасный настрой. Будет желание, стремление, фокус какой-то. Будете ставить какие-то цели, хвататься за что-то, достигать, ездить, коммуницировать. Может быть, вы в дороге будете в этот день. Ездить куда-то по делам, решать какие-то вопросы. Что-то связанное с посылками, с информацией какой-то. Получаете информацию. Или, может быть, в этот день отправляете кому-то посылку, допустим. Или, наоборот, ее получаете. Приезд какого-то человека может быть здесь. В гости приедут погостить на короткое время. Вы можете куда-то поехать. Это еще активность. Когда вы проявляете себя очень активно в каком-то деле, в каком-то вопросе. Активно решаете что-то. Потому что здесь вы мотивируете себя. Вы подталкиваете к чему-то. У вас есть стремление, желание. Здесь вы чему-то можете загораться. Кто-то, может быть, будет физически очень активен в этот день. Может быть, вы занимаетесь танцами, аэробикой, зумбой. Или, не знаю, на тренажерах просто по полной. Занимаетесь спортом. Отдаетесь себя в это дело. И здесь вы остаетесь довольными, конечно. Чем бы вы ни занимались. Все складывается. Все получается. Конечно же, вы будете добиваться своей цели. Потому что здесь вы как бы оптимист. А здесь вы мотиватор. Сами себя смотивируете. Сами добьетесь своей цели. Поэтому вот здесь вот такой вот вариант. Может быть. Или и еще, если вы свободная дама. Может быть, это встреча, знакомство с каким-то мужчиной, парнем. Свидание. Такой вот, ну, такой яркий тогда человек. Человек солнца. Любит мотивировать. Любит зажигать. Любит как бы быть очень активным, шустрым и быстрым в каких-то делах, вопросах. Да, может подталкивать вас будет. Помогать вам в каких-то вопросах. Решить что-то. К примеру, это может быть один из знаков зодиаков. Огненные стихии. Здесь это овен, лев или стрелец по гороскопу. Рыбки. Тройка. Тройка пентаклей. Несколько вариантов. Это могут быть известия новости, касающиеся вашего заработка, получения каких-то денег. Здесь вы являетесь мастером, специалистом. Может быть, вы что-то очень хорошо умеете делать. Может быть, руками. Может быть, вы продаете. Может быть, вы покупаете. Здесь как будто работать нужно будет в бригаде, в команде, в паре с кем-то. Но бесконечно, может быть, кто-то будет проверять вашу работу. Может быть, здесь супервайзер, менеджер, допустим. Кто-то, кто постоянно как корж. Да, вот дышит прям вашу шею, как бы за спиной. И как бы постоянно вмешивается, проверяет, допрашивает и все такое. Или, может быть, как вариант, когда вы являетесь тим-лидером. Здесь вы проводите какое-то собрание, допустим, потому что поступил какой-то заказ для клиентов. И здесь как-то нужно будет обсудить план, распространить работу, делегировать что-то. И как бы нужно фокусироваться над каким-то вопросом, делом и сделать что-то для клиента. Может быть, там вы делаете ремонты. Может быть, там вы специалисты предоставляете какие-то услуги разного сферы. Здесь могут быть специалисты, конечно же. Но смысл в том, что, может быть, здесь вам ваша команда будет помогать тогда. Вы можете выполнить уже работу и тогда получите какую-то сумму денег. Или наоборот, когда появляется новый клиент, новый заказ, к примеру. Если вы были в поиске работы и выходили на собеседование, например, недавно, то для вас это может быть ответ. Прийти к вам очень позитивный, вас примут на работу, заключить сделку, контракт. Подпишите какой-то договор с кем-то. Вот это вот документальные какие-то вопросы с подпиской связанные может произойти, реализоваться здесь для вас. Может быть, вы занимаетесь маркетингом, рекламами какими-то, да, когда вы продаете что-то, рекламируете что-то. Вот, тоже может быть как вариант. Или еще здесь, когда вы затеете ремонт, у вас будет какая-то идея обратиться к какому-то специалисту, что-то подчинить, там, поменять что-то в доме и так далее, к примеру. Вы можете обращаться к кому-то, и кто-то будет выполнять что-то для вас, и вы будете оплачивать их труд, к примеру, да, вот. Но специалисты здесь, опять-таки, могут быть разные. Это в зависимости от вашей личной ситуации. Кому вы будете обращаться и кто для вас является специалистом. Кто-то, как я сказала, может там вызывать бригаду какую-то домой, чтобы помогали по дому что-то сделать. Кто-то может там пойти, не знаю, нанять финансиста, бухгалтера и так далее. Вот. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи и успехов. Хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok